Донбасс тем временем постепенно возвращается к нормальной жизни. С начала осени обстрелы прекратились, можно спокойно заняться подготовкой к зиме, отремонтировать разрушенные здания. Горловки наконец открыли школу, серьезно пострадавшую в результате боевых действий. Вернуться в родные стены рады и дети, и учителя. Репортаж Павла Краснова. Воздушные шары, белые банты, букеты цветов, неизменные атрибуты дня знаний и нарядные ученики у школы. Обычная картина, если не смотреть на календарь. И все это время ученики ходили в другие школы, мимо своей, разрушенной украинскими снарядами. Страшно, конечно, было. Школы почти не было. Особенно главный вход. Вот сейчас там красиво, а до этого там деревья были повалены, все в листве, дырка на крыше. Когда знаешь, что родной дом разбит, и как-то не очень. Каждый день ходишь, как на каторгу. Не свое, не родное. А тут родное? Конечно. Под артобстрел школа попала в ночь на 25 августа. Придя на работу утром, учителя застали вот такую картину. Груды битого кирпича, куски цемента и арматуры, выломанные оконные рамы. И это за несколько дней до начала занятий. Разрушено 10 плит перекрытия. Не было крыши. С третьего этажа просто смотрело голубое небо. Не было живого ни одного места. Были выбиты все двери, все стекла. О своей школе директор говорит, словно о живом человеке. Целый месяц тут залечивали раны. 1 сентября, правда, все равно решили провести торжественную линейку. Танцевать и читать стихи тогда пришлось на фоне полуразрушенного здания. Но уже тогда в Горловке обещали, скоро звонок зазвенит и здесь. Не забываем, записываем обязательно все, что нас интересует, домашним заданием, которое, осознанно, эта неделя есть. Далеко не все классы еще полны. Многие семьи, уехавшие от войны, пока не вернулись. И хотя в самой школе о произошедшем уже почти ничего не напоминает, едва ли здесь об обстреле скоро смогут забыть. Затишье в Донбассе установилось совсем недавно. Еще летом по Горловке украинские военные били с особым ожесточением. Пустые окна отметены от осколков на стенах, привычные следы артиллерийского обстрела. Под удар этот жилой дом, стоящий по соседству со школой, попал в ту же самую ночь. Здесь тоже вставили выбитые стекла, но все починить пока не успели. Школа была важнее. Люди говорят, благодаря тому, что первые снаряды упали как раз на школу, они успели проснуться и выбежать из квартир. И это спасло жизни многим обитателям дома. Нам казалось, что все каких-то 15 минут там, а нам казалось, что все по нашему дому. Но не по школе, по одной, по второй. Впрочем, совсем забывать о том, что было в августе, здесь и не собираются. Обстрелу планируют посвятить экспозицию в школьном музее. А в одном из классов в память о произошедшем хотят оставить школьную доску, пробитую осколком снаряда. Павел Краснов, Игорь Крецков, Дмитрий Зельвянский, Рушан Умяров. Первый канал. Донбасс.